ребята здорово мы на некоторое время получается переехали в барселону какое-то из этих видео выйдет первым или это всем привет или обзор этой квартиры не предъявляйте мне много претензий я еще не знаю что я быстрее успею собрать только что с первый раз ходили в супермаркет зашли в меркодону это такой типа шуфер саль да как в израиле меркодон на это такой народный супермаркет который от нас здесь буквально в парочке кварталов но сейчас я вам покажу что мы купили это вот буквально на нам как бы так на перекус на утро да или просто что-то хотелось нужно сказать что там я не снимал по моему там даже снимать не ну как бы не одобряется да но нам нас поразил он на удивление тем что он большой красивый но при этом очень маленький выбор очень маленький выбор это прям странно то есть даже по нашим израильским меркам вот как-то выбора совсем нам не хватило прям были реально проблемы вот найти то что по идее мы хотели купить окей посмотрим в конце я скажу сколько это стоило у них к сожалению не не пишут цены нет ценников на каждом из товаров как в израиле поэтому что-то я вспомню что как стоило потом я просто озвучу чек уже ну как бы брутто да сколько у нас получилось так что давайте начнем окей есть у нас вот такая не очень большая кучка я вам сейчас буду показывать значит взяли кофе вот такой вот не знаем что за кофе честно говоря просто взяли наугад это в сторону помидорки взяли в другом магазине какой-то такой типа органический какой-то помидорки как вы видите прям разных видов алена прям там бегала вокруг них но не дешево вообще не дешево сколько тебе вышли ален от эти вот несколько помидоров разных видов сейчас аленка нам скажет есть вот такая штука это ну персик персиковый такой сок 6 евро за вот это вот 6 евро за вот это все но они по разной цене как вы видите они тоже немножко разные окей персиковый сок взяли вот такие два хлебушка по моему стоило что-то около пол евро или что такое вот такой один хлебушек по моему евро колбаска две колбаски на колбасках цены у нас тоже нет окей значит потом вот такой сок гуява тоже без понятия по моему стоил что-то около полтора евро может быть дешевле евро 20 с пивасиком давайте даже дошли уже до пивасика с пивасиком какие-то я обнаружил огромные проблемы в италии например с этим было намного легче во первых морец мы даже проходили сегодня пивоварню морец это именно ведь написано барселона такое барселонское пиво и сейчас пиво оказывается как видите медали там какие-то ну окей пиво один из самых потребляемых продуктов по моему вышел на первое место в барселоне считалось раньше что это было вино окей еще не пробовал но самое главное смотрите размер банки я даже сам пытался найти сколько она миллиграмм 33 330 не может быть она не написано так ладно посмотрим мне кажется что эти баночки реально не 330 это истрела тоже испанское традиционное пиво эти буквально меньше евро стоили за банку вот а были которые были больше евро вот я выбрал те которые меньше евро и вот такое литр пиво что практически у них не прыгнул вообще это самая большая банка вот бутылка пива которая есть потому что пол литровых бутылок просто не существует в этом магазине и я не знаю что это за пиво надеюсь что окей потому что в литр вот она стоила по моему полтора евро всего лишь вот ну конечно такое я вот честно видите цены не пишут сложно запомнить это такое вот кокосовое молоко только что попробовали очень прикольная так у нас есть ну традиционный да такой европейский огурец это вот стоил евро 22 весь огурец так у нас есть вот такая колбасюндель смотрите даже не вмещается в камеру на ней чека ну вернее цены я не вижу еще один комбы комбасюндель да ну то увесистых таких размеров я бы сказал еще один комбасюндель вообще не знаю сколько в нас влазит этой колбасы вот это удивительно потому что колбаса у нас такой очень дорогой деликатес так потом давайте вот такой какой-то йогурт 4 йогурта ноль процентов то есть без жира вот такие колбаски я там чувствуешь их буквально немножко это надутый просто воздухом пакет 50 грамм ну окей типа сырные колбаски да так понимаю так зубную пасту забыли дома вот взяли значит это женщины ты для женщин такие что это прокладки что ли типа что-то такое даже женская гигиена короче потом вот тут написано 216 евро 2.16 за такой большой виноград ну сама гроздь небольшая а виноград большой вот это привлекает внимание мы без понятия что это просто какой-то знаете сладкий буба лег как у нас в израиле на него на самом деле не говорят помните этот фильм с не шутите с оханом его там вот есть как бы скетчи на традиционные вот эти сладкие напитки израильские короче говоря вот тут что-то киви нарисовано разные яблоко что-то еще короче я уверен что там ничего подобного нет внутри он цвета не знаю какого-то фэри нам просто прикололось его взять тоже евро с лишним молоко значит с молоком большая беда как и с пивом я считаю потому что что в италии что здесь есть какая-то странная вещь они на молоке не пишут процентовку то есть непонятно какое это молоко и я вот только как понял потому что написано тот хацин да да если как-то я правильно читаю а на другом молоке которая менее жирно написано сэми хацин да да понятно что полу жирная да и только вот тут можно уже прибежал и только вот тут нужно читать там где тогда те кто понимают то есть как будто бы знаете для европейцев а типа не заморачивайтесь жирные и менее жирные все пока плюс ко всему выбор молока буквально этой фирмы 2 вот то что я назвал уже это и менее жирная а и еще одно какое-то в два раза дороже это стоит по моему евро 20 а то стоит 240 то есть вообще непонятный какой-то выбор так это алкоголичные салфетки маа масло видели вы ли когда-нибудь масло в таких пачках я нет вот она существует еще масло видели ли вы их масло в таких пачках я не знаю почему ли она берет такие у нас есть такое почему ли она взяла не один большой брусок вот этих куча мелких я не знаю и так захотелось так это йогурт просто йогурт да вот все отлично с ним потом три просто мандаринки клемантинки какие-то жутко дорогие почем клемантины были по 2 евро до евро 50 не больше но я не помню ребята так потом это какое-то мыло до мыло натуральное прикольно прозрачный какой-то так потом таблетки для посудомоечной машины потому что у нас она вот есть а таблеток не нет мы купили какие-то самые дешевые таблетки 30 штук нам стоили 250 евро это я помню и апогеи всего самая дорогая покупка то чтобы вы подумали креветки которые 600 грамм и они нам стоили 6.6 евро то есть это большие самые видите по их градации креветки лангустина написано так они по идее уже они проварены я не знаю там не алена сказала что они уже проварены а ты уверена что они проварены они розовые ну хорошо ну да они ж такие это не растут розовые тоже не фламинго да чтоб розовыми быть а фламинго погоди фламинго же с ноте на лену посмотрим фламинго же есть креветки и становится розовым тогда и креветки должны быть розовыми изначально ладно короче вот взяли потому что потому что можем потому что у нас не можем а тут можем все ребята теперь смотрим на чек а А, нет, погодите, не все. Вот еще вода 6 литров и 3 вот таких пакета, без понятия, по чем они нам обошлись. Причем пакеты такие добротные, знаете, прям ух, хер разорвешь, короче. Вот не как у нашей. Но, да, наши тоже уже за деньги. Вот, и весь этот чек получился у нас, внимание, на 53 евро 15 центов. То есть, можете ли вы себе подумать, представить, что вот эта вот прекрасная вещь, из которой половину занимают колбасы и креветки, стоит реально 200 шекелей. Чуваки и чувихи, 200 шекелей, вот это вот все. Я понимаю, что на столе это выглядит не так, чтобы прям сильно большим, но все равно я не знаю. У нас просто все эти товары, ну, может быть, кроме соков, да, там, помидоров, у нас они все, ну, не дешевые. Наверное, у нас самое дешевое, это клемантины вот эти вот. Так, ну, переключаюсь на себя. Так, ну что, ребятушки, напишите традиционно ваш комментарий, как вам вообще покупка, может быть, вы знаете что-то более выгодное, невыгодное. Ну, Меркадона все говорят самое выгодное. Есть еще недалеко относительно у нас тут Lidl. Если у нас будет желание, настроение, то мы его, может быть, тоже посетим. Может быть, может быть, мы посетим еще какой-нибудь маленький, типа, такой, ну, Маколит по-нашему, да, маленькие какие-то магазинчики, ну, мини-маркеты, давайте так скажем. Они здесь больше выглядят так, более, ну, по-пафосному. Потому что вот с алкашкой в этом не то, чтобы нам сильно нужно было, но хотя бы хотели, знаете, купить там, может, виниш какой-нибудь или какую-нибудь сангрию. Я понимаю, что бутылочно это не то, но anyway, чтобы было, да, там, на вечер, не знаю, на утро. Вот, но не нашли, нифига нету. Там просто, как бы, вот, вот просто очень все плохо. Очень плохо с алкоголем. Возможно, в других магазинах, наоборот, с ним лучше. Окей, все. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, шалим влог. Мы теперь пока что на некоторое время в Барселоне. Пока. Пишите свои комментарии.